привет друзья сегодня я хочу вам рассказать как готовить капучино причем это будет такой простой рассказ без всяких изощрений извращения не похож на хипстера или бариста да я обычный мужчина который сам себе своей жене готовит капучино вот поэтому я надеюсь я этим вопросом закрою боль которая присутствует у многих людей которые спрашивают а как же себя там в интернете спрашивают как же готовить все-таки капучино правильно ну чтобы оно было вкусным и вообще у меня это очень давняя проблема просто немножко предыстория вот эту кофеварку я когда-то приобрел когда полюбил кофе и она какое-то время давала кофе я его пил с маффинами но потом перестал есть маффины стал пить чистый кофе и начал чувствовать у него неприятный привкусовка оказалось что привкус из-за зерен даже не за зерен и за кофемолки который использовал поэтому сейчас мы рассмотрим все составляющие хорошего кофейного напитка и вы будете просто в курсе как готовится на самом деле это кофе не очень сложно не надо переплачивать баристам бешеные деньги в обычной дешевенькой кофеварке можно сварить хороший кофе но это кофеварка сайка поэми она не очень дешевая на стоит 10 тысяч новая я из торговался за 8 купил в общем хорошая машинка начиславить еще мы начинаем кружка да вот этой кружки объем где-то 03 на одну порцию экспресса то есть кофейного напитка требуется где-то 150 миллилитров сто сто пятьдесят на вкус вот я пол чашки ты наливаю кофе пол чашки заливаю молоком спиненным и так сначала из-за особенностей большинстве машинок надо промыть рожок завинчиваем рожок и здесь можно и до конца но все-таки лучше плотно начать через него не прольется под давлением водой просто прочищаем проливаем воду у меня такая особенность у машинки я заметил что если не пролить достаточное количество воды то потом парк сразу не идет видимо она там не прогревается или еще что-то с ней не так короче такая фигня вот пролили воды можно пол кружки я чуть больше сегодня потому что с вами разговаривал и ставим сюда здесь нагревается но здесь горячая часть кофеварки она нагревается и подержит горячую воду буду я не выливаю она дополнительно согревает кружку кружка чем горячее тем лучше кофе дольше сохраняет вкусный вкус горячий такой вот теперь мы этот рожок достаем здесь немножко водички сбрасываем сбросили водичку теперь нам нужен кофейный напиток а 4 не подготовился кофе ладно что касается кофе для начала покупайте кофе на рынке заказывать 50 минимум грамм можно и просите сделать средний помол именно средний помол вот на рынке продали такой кофе потому что бывает кофе магазина вот например такой у меня есть называется молотый кофе там тара тата на нем нарисована капельная кофемашина чем отличается это кофе у него мелкий помол и когда он будет под давлением проходить через рожок куда вы засыпете кофе у вас мелкие частички кофе будет попадать в кружку и оседать на дне то есть будет осадок ну и вообще для кофеварки рожковый лучше средний помол поэтому используйте средний помол но мелкий тоже можно если совсем уж никуда вкус от этого сильно не страдает мы тут не эстеты не гурманы в общем мне больше нравится мою кофе чем чем в кофейных заведениях у бариста и нюанс еще в том что домашний кофе можно делать горячим а у бариста такой кофе горячим не сделаешь потому что расплавится пластиковые стаканчики если вы стаканчик наливаете если вы в томблер наливаете они могут сделать горячее но не всегда их надо иногда просить об этом что привыкли сделать под определенной температуре у них автомат работает ну автоматика в голове так вот засыпаем кофе в рожок на себя одного сегодня варю я половину рожка засыпал прижимаем этой пипеткой и проворачиваем один раз много не надо все один раз много не надо волнуюсь наверно все заворачиваем рожок как это положено инструкция по кофемашинам заворачиваем крепко до упора теперь это воду можно вылить ну и собственно говоря запускаем наливание кофе сейчас она нальется ну я на глаз слежу сколько его наливать это пол кружки чем больше кофе будет тем она будет крепче чем меньше тем будет мягче но не забудьте оставить место для молока вот я налил кофе что-то довольно много но ладно вот ставим кружку наверх чтобы она не остывала оставалось горячим рожок я снимаю сразу же почему снимают потому что если его оставить когда пар идет у меня пар проходит через это кофе и стоит неприятный запах квартир вот да не забывайте заливать воду воду так а вот у меня нету ну ладно теперь можно переключить сразу в режим пара вот но один момент я купил себе вот такой питчер молочник емкостью 600 миллилитров а потом я расскажу как можно обойтись без него если например в офисе но если вы все-таки регулярно пьете кофе не пожалеете очень удобная штука что раньше я тоже наливал в кружку не очень удобно все это делать лучше купите питчер но первый раз когда будете готовить можете использовать обычную кружку вот я включаю он пошел и сливается немного кипятка поэтому вот он слился когда вижу что кипяток больше не льется я выливаю то что попало в молочник вот и достаю так что у меня там есть а важный вопрос я готовлю кофе на сливках то есть получается как бы раф почему потому что вкуснее вы можете использовать молоко на молоке тоже хорошо получается но я уже привык к крафу капучино собственно говоря но вы можете если будете использовать молоко используется самое самое там 35 процентов вот такой не одно процентное чтобы белку белок не был иначе не взобьется и теперь собственно говоря начинаем сбивать в этом деле тоже есть никакого магии волшебства слова просто смотрите чтобы панорелла но этот хвостик который сбивается было чуть ниже поверхности молока если она будет выше будет пузыри брызгивать если совсем глубоко опустится что не будет где-то на грани почувствуйте по грани все можно наклонять можно не наклонять обычно наклоняют немножко к уши вот так панорелла здесь еще такой момент панореллу надо держать кувшин я ведь могу лежать снизу тогда чувствую когда он нагревается когда он начинает уже стоять горячим я опускаю панореллу вниз чтобы она скренивала низ молока прогревала его как бы вот и когда совсем уже становится невозможно держать я еще чуть-чуть нагреваю чуть-чуть чуть-чуть буквально немножко и потом выключаю пар выключаю пару включая режим пара все сливки как видите сбились я отстукиваю по привычке хотя в чем прикол сливки или молоко здесь горячие ну и теперь собственно говоря есть неважно две кружки или одна если две то первый раз мы наливаем так чуть-чуть чтобы размешать кофе хоп вот и сразу можно во вторую если есть вторая кстати да молока мы должны наливать вот под это горлышко ну то есть там сколько 250 миллилитров если на двоих 1 соответственно два раза меньше 150 и при взбивании она увеличивается в объеме а второй раз мы делаем вот как хитро с таким переливом небольшим чтобы на прям переливать тогда нас снизу тоже пойдет вот ну и там уже и вот в конце можно добавить немного латте арта вот пока поэтому точечки поставить так далее но у меня это не особо хорошо получается латте арт но в целом нормально все теперь она стоит здесь она горячие еще минуты две может три постоять подождать своего клиента что важно если вы взбивается кофе в обычной кружке но например в офисе в офис на кофемашине тогда сначала взбивайте молоко а потом просто включаете чтобы туда лилась кофе вот но это как-то не совсем технологично потому что все кофемашины рассчитаны на то что сначала льешь кофе потом уже взбиваешь паром поэтому можете точно так же налить в одну кружку маленькую и потом вылить ее в большую вот ну как бы так других вариантов нет у меня в офисной кофемашине если ты сначала делаешь пар то потом чтобы перейти в режим кофе нужно было проливать кипяток иначе она никак не хотела выдавала ошибку но кофе получалось нормально то есть вот ставишь взбитое молоко сюда и она там ровно тебе отмеряет сама нужный уровень экспресса там экспресса делала с автоматом а для капучино было панорелло что касается того что молоть кофе или нет как видите я использую вот такой кофе который покупаю на рынке в принципе оно с мото его немного беру на неделю максимум поэтому на вкус не жалуюсь вкус отлично я считаю сейчас я попробую кстати что там получилось я пью кофе без сахара поэтому я очень чувствителен ко вкусу кофе и если там что-то не так это сразу ощущается вот так что если у вас какие-то остались вопросы по капучино спрашивать у меня в комментариях я отвечу самое главное не парьтесь вы по этому поводу что это как-то очень сложно потому что я сам падал себя даже хотел идти на курсы бариста ну чтобы типа там просто бариста и задача там красиво чтобы сердечки там нарисовать да опять же строго по технологии сделать а мы здесь можем экспериментировать для этого рожкова машины нужна чтобы ну ты мог эксперимент из кофе делать вот у меня с каждым разом кофе все лучше и лучше все не получилось крепкая я обычно готовлю на двоих себе и жене но сегодня приготовил одно кофе оно мне очень даже нравится вот поэтому у меня есть кстати кофе молка жирновая из китая хорошая за 5000 я покупал но видимо то ли кофе молка придает вкус то ли зерна какие-то были старые не знаю в общем то кофе из кофе молки невозможно пить поэтому если у вас кстати неприятный привкус кофе делать действуйте методом исключения возьмите хороший кофе на рынке ну самый такой нормальный кофе чтобы не вызывало сомнений это арабика премиум да приходите пить арабика премиум 50 грамм все вы знаете что со стороны кофе проблем не будет но если вдруг конечно может вам попасться партия не очень удачно заходите на другой рынок купите кофе вот потому что мне вот эту машинку я отдал на диагностику мне сказали вам там нужно прочистить тара тата тара тата на самом деле все работало просто были плохие зерна или плохая кофе молка да вот так что не надо придавать капучино какой-то сакральный смысл это очень простой напиток просто баристы хифстеры возвели его в абсолют нам кажется что его делать очень сложно поэтому это нужно чтобы нам так казалось что мы шли и платили 150 рублей в принципе за обычную несложную работу которую я вот произвел за пять минут так что приятного всем аппетита но если вам эти советы показались полезными ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал у меня еще много всяких полезных лайфхаков для нашей этой прекрасной жизни бай бай